Жильцам дома, где ночью обвалилась стена, чиновники предложили скинуться на обследование здания, чтобы подтвердить оно в аварийном состоянии. Между тем, люди боятся возвращаться из своей квартиры. Ольга Качкурова продолжит. ЧП случилось 11 мая полдевятого вечера. По рассказам жильцов, стена обрушилась мгновенно одним куском. По счастливой случайности в это время во дворе никого не было и никто не пострадал. Однако жительница 49-й квартиры, это на пятом этаже, из-за сильного стресса почувствовала себя плохо, заболела сердце, женщину увезли на скорой. По словам людей, в этот момент начало казаться, что дом разваливается. Все выбежали во двор. Позже к аварийному зданию чиновники пригнали автобус, в котором жильцам предложили переночевать. Конечно, страшно. Ну а куда идти некуда. Это не объяснить. Все не снимается. Наталья Куницына живет в 51-й квартире. Ее она купила в ипотеку и долг перед банком еще только предстоит погасить. Ее квартира и соседская пострадали больше других. Жильцы уверены, стену попросту размыло потоками воды, протекающими через гнилую крышу. Старый дом. Во-вторых, кровля крыши была вообще в очень худшем состоянии. Все водой промыло. Вот из-за этого все стена рухнула. Специалисты отмечают, крыша у дома мягкая, срок эксплуатации 6-7 лет. Но за почти полвека, по-хорошему, ее не ремонтировали ни разу. Хотя в 2016-м капремонт кровли должны были провести. Но работы сдвинули на 2018-й, видимо, рассудив, что запаса крепости хватит. Даже сейчас после ЧП чиновники не уверены, что дом аварийный. Дыра в стене? Видимо, аргумент недостаточный. Обязательно нужно заказывать обследование у специальной организации. Стоит эта процедура около 40 тысяч рублей и занимает несколько дней. А оплатить исследование должны собственники. Но даже если дом признают аварийным, никаких гарантий расселения. Особенно жильцам приватизированных квартир. Сейчас региональная программа, федеральная программа, она действует только для многоквартирных домов, признанных аварийным до 1 января 2012 года. Сейчас дом опасен? Если вы заметили, я прокомментировал на том, что опасен либо не опасен дом для проживания может дать заключение только эксперт, состоящий в СРО и имеющий соответствующую лицензию. За 12 дней до ЧП от дома отказалась управляющая компания ЖКХ-сервис. Причина – здание старое. Обслуживать невыгодно. Вопросы уже поднимали неоднократно и в городе, и в области. И обсуждали, просили принять решение, как поступать с такими домами. Мы не Москва, мы Омск. Поэтому здесь сегодня такие вопросы могут решать только собственники. Сейчас жильцы вернулись в свои квартиры. В здание, которое может начать разрушаться дальше в любую минуту. Все, что предложили людям – койко-место в общежитии. За деньги. Между тем, домов в подобном состоянии в Омске десятки. И нет гарантии, что через несколько дней, а может часов, такое же ЧП не повторится. Ольга Качкурова, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.